Здравствуйте! Начинаем наше занятие по теме банковские карты. Поскольку работаем дистанционно, вначале сейчас проверю звук, а потом продолжим работу. Так, ну, со звуком все в порядке. Так что, вперед! Значит, будем это перематывать. Значит, вначале мы с вами поговорим о том, что же представляет собой банковская карта. Значит, банковская карта, пластиковая банковская карта, это один из видов безналичных банковских расчетов. Значит, суть безналичных расчетов сводится к чему? К тому, что деньги переходят от плательщика, от покупателя к продавцу без непосредственной передачи наличных денег. А за счет записи в определенных документах. Значит, если мы говорим об банковских картах, то записи в этих документах, электронных документах, осуществляются электронным способом, то есть автоматически. Никакие подписи нигде не ставятся. Ну, единственное, вначале заключается договор между банком и продавцом, и, соответственно, между банком и плательщиком, покупателем, у которого есть банковская карта. Ну, и, соответственно, в соответствии с этими договорами, затем осуществляется перевод денег с одного счета, со счета покупателя на счет продавца. Притом, опять же, поскольку мы говорим об электронных переводах, которые происходят за счет применения банковской карты, то все записи вот в этих документах о переводе денег с одного счета на другой, они осуществляются электронным способом, то есть автоматически. А для того, чтобы это все автоматически работало, изначально должен быть заключен договор. Значит, вообще, сами безналичные расчеты, которые осуществляются, но они осуществляются не только при помощи банковских карт, у нас разговор с вами о банковских картах. Сами безналичные расчеты, они достаточно удобны. Почему? Потому что, ну, во-первых, бумажные деньги при обращении, они изнашиваются, да также и металлические. И, соответственно, сам оборот наличных денег стоит гораздо больше, чем использование пластиковых карт. Значит, ну и плюс, когда переходит электронное перемещение денег, перевод электронных денег с одного счета на другой, то меньше средств затрачивается на обслуживание этого платежа. То есть, ну, вы себе представьте цепочку. Вначале в магазине, если это наличное обращение, то вначале в магазине должны были принять деньги. Затем должны были сдать эту наличность. Потом эту наличность должны были несколько раз пересчитывать банки. То есть банки ее должны были принять. Затем ее должны были разместить на расчетный счет этого магазина. И в итоге в самой этой операции, связанной с наличными денежными операциями, участвовало большое количество людей. Соответственно, всем этим людям надо платить заработную плату. И стоимость самой банковской операции по оприходованию этих денежных средств становится намного дороже, чем если используются безналичные расчеты. Я думаю, тут выгода изначально сразу вам должна быть видна, что здесь фактически перевод денег со счета на счет происходит без участия людей. Соответственно, количество людей, которые должны за это получать заработную плату, что дорожает саму операцию банковскую, уменьшается. Соответственно, расчеты банковскими картами, они более выгодны и для продавца, и для банка. Ну, в принципе, они и более удобны для покупателя, потому что не нужно с собой носить деньги, достаточно носить банковскую карту. Притом, опять же, банковская карта имеет свои степени защиты определенные, то есть есть пин-код и так далее, еще несколько степеней защиты. И в итоге, если у вас украли деньги, то все, надежды уже никакой нет. А если у вас, например, украли банковскую карту, как у покупателя, то вы можете заблокировать деньги на счету. То есть у вас на счету останутся деньги, и похититель не сможет ими воспользоваться. Либо он вообще не сможет с ними воспользоваться, потому что, ну, все-таки пин-код, надо уметь его взламывать там и так далее. Значит, но самое главное, что сам расчет банковскими картами, он для покупателя становится более удобным, более безопасным. Денег не надо много носить с собой, значит, и плюс в случае кражи банковскую карту можно заблокировать. Для этого нужно позвонить оператору своему и сказать, что банковская карта похищена или взломана, например, и банк заблокирует эту карту, и деньги с вашего счета не пропадут. Так, ну что, двигаем дальше. Значит, теперь поговорим с вами о видах банковских карт. Их есть три вида. Ну, чаще всего два вида из этих карт используются. Это расчетные или деветовые карты. Значит, дальше кредитные карты. И предоплаченные карты, или они еще называются карты рассрочки. Значит, чаще всего используются расчетные, дебетовые и кредитные карты. Но в сознании людей как-то не совсем правильное понимание закрепилось. Почему-то все банковские карты пластиковые многие люди называют кредитными. Нет, большинство карт, которые находятся в обращении, они не кредитные, они дебетовые или расчетные. Ну, и сейчас мы с вами попробуем разобраться, в чем разница между этими картами. Значит, ну, во-первых, самые распространенные расчетные или дебетовые карты. Особенность этой карты в чем? В том, что эта карта дает держателю, собственнику этой карты, право пользоваться деньгами, которые находятся на его счету в банке. То есть, человек создает банковский счет, дальше он размещает на этом счету деньги, ему дают банковскую дебетовую карту, и он своими деньгами пользуется в магазине. Ну, скажем так, если такое образное представление, то получается, как бы человек оставляет кошелек в банке, вместо кошелька своего получает банковскую карту для удобства. И затем этой банковской картой рассчитывается в магазинах. Но рассчитывается он своими деньгами, переводит их со своего счета. То есть, и получается, что он никому ничего не должен, потому что это его деньги, которые размещены на его счету. А банковская карта, ну, она позволяет сам перевод денег и пользование этими деньгами сделать удобнее. Вот как раз зарплатные банковские карты, или там пенсионные банковские карты, они все как раз дебетовые. То есть, ты сам размещаешь деньги на счету, ну, а затем этими деньгами можешь пользоваться в магазине при помощи банковской карты. Дальше, второй продукт, тоже из распространенных, это кредитные карты. Значит, суть кредитной карты в чем? В том, что, ну, здесь заключается, естественно, чтобы получить любую карту, надо заключить договор с банком. Но суть кредитной карты в чем? В том, что владелец кредитной карты, он не имеет денег на счету. Ему эти деньги предоставляет в кредит банк. Ну, и, соответственно, человек рассчитывается, например, в магазине, не своими деньгами, а деньгами банка. И в соответствии с условиями договора, он в определенный период времени банку должен вернуть те деньги, которые банк ему предоставил кредит. То есть, получается, что если в дебетовой карте там покупатель тратит свои деньги со своего счета, то если это кредитная карта, то покупатель тратит деньги банка, а потом обязуется банку эти деньги вернуть. Ну, и если он превышает определенные сроки, то он возвращать эти деньги должен с процентами. А если он укладывается в установленный срок, ну, в разных банках по-разному, где-то 50 дней, где-то 90 дней, где-то 130 дней, значит, если он укладывается в эти сроки, то тогда проценты не идут. Далее. Вот здесь как раз указана вот та особенность, о которой я вам рассказывал. То есть, кредитные карты, они имеют определенный беспроцентный период. Ну, вот здесь указан 55 дней, хотя эти периоды в разных кредитных программах разные. Где-то 55, где-то 60, есть 90, 130 дней. Значит, это как раз тот период, когда человек может многократно, держатель карты может многократно пользоваться кредитом, и он обязан вернуть деньги, но без процентов. Опять же, если он в этот срок не укладывается, то тогда начинают идти проценты, и он должен банку уже возвращать деньги с процентами. Опять же, все это делается в соответствии с договором. Ну, существует еще, ну, довольно редкий продукт, хотя его сейчас рекламируют довольно часто. Это предоплаченная карта. Значит, предоплаченная карта, или так называемая карта рассрочки. Значит, ну, эти карты, они по своему действию очень похожи на кредитные карты. Дело в том, что собственник этой карты, он имеет право потребовать от банка или от организации, которая выдала эту карту, расчета за его покупку. То есть, ну, принцип такой же, как и у кредитной карты. То есть, на карте денег плательщика нету, а осуществляет платеж банк или другая организация, которая выплатила эту предоплаченную, или, как они еще называются, карты рассрочки. Значит, ну, потом тоже возникают такие же обязательства у покупателя, у собственника этой карты, как и у собственника кредитной карты. То есть, покупатель все равно должен вернуть банку или организации, которая выпустила эту карту, деньги, которые та заплатила за него. Вот и все. Здесь особенность предоплаченной карты, или карты рассрочки в чем? В том, что там не идут проценты. То есть, например, расплачиваешься картой рассрочки. Банк, например, который ее тебе выдал, с которым ты заключил договор, переводит за тебя определенную сумму денег. Ну, а ты должен потом этому банку деньги вернуть в установленный срок. Ну, опять же, сроки рассрочки оговариваются. То есть, это может быть 3 месяца, 6 месяцев, год и так далее. Но суть в том, что ты вот в этот период возвращаешь в банку деньги без процентов. И когда оплачиваешь картой, то получается картой рассрочки или предоплаченной картой. Если ты этой картой расплачиваешься, то получается, что обслуживания долга тоже здесь нет. Потому что если ты пользуешься рассрочкой, платишь в рассрочку наличными деньгами, то, как я вам уже раньше говорил, в операциях, которые связаны с этим, участвует несколько человек. Человек, который оформляет договор, принимает деньги, дальше оформляет эти деньги потом на счета и так далее. То есть, там целая цепочка людей задействована. А если вы оплачиваетесь предоплаченной картой или картой рассрочки, то всей этой цепочки людей нет. Соответственно, и обслуживание потому не платится. То есть, вы должны просто банку или организация, которая выпустила эту карту рассрочки, то есть, предоплаченную карту, вернуть в установленный срок ту сумму, которую эта организация за вас заплатила. Но здесь все четко, очень четко привязывается к срокам. То есть, очень важно уложиться в установленный срок, который предусмотрен договором рассрочки. Рассрочка это и есть предоплата, предоплаченная карта. Так, значит, ну я вам уже говорил, что пользование картами, оно удобно чем? Тем, что не нужно с собой носить деньги. Значит, далее карты имеют определенную степень защиты. И в случае похищения карты, можно этими степенями защиты воспользоваться. Ну, во-первых, можно позвонить банк и попросить заблокировать карту. Вернее, не можно, это нужно сделать. Если вашу карту похитили. Значит, или, например, если у вас карту, ну, например, взломали, да, электронным способом, то и у вас есть мобильные приложения своего банка, мобильные банки, то вы тут же узнаете, что с вашим счетом производят какие-то операции. Опять же, вы звоните оператору или сами же в этой программке можете заблокировать свою карту. Либо звоните оператору, и оператор блокирует ваш счет и блокирует вашу карту. И тогда похитители не смогут воспользоваться вашими деньгами. Ну, в принципе, в окончании нашего разговора просто хотелось бы вам напомнить, что существует три вида банковских карт. Это расчетные дебетовые карты. Это когда у вас есть счет в банке, и вы, расплачиваясь картой, пользуетесь своими собственными деньгами, которые вы разместили на своем счету. Дальше есть кредитные карты. Это когда у вас на счету нет денег, но вы расплачиваете с деньгами банка и обязуетесь банку эти деньги вернуть. Ну и третий вид – это предоплаченные карты или карты рассрочки. Значит, в соответствии с договором, который вы заключаете с банком или с организацией, которая эту рассрочку осуществляет, организация обязана обнести за вас определенную сумму денег, которую вы укажете при покупке каких-то вещей. Ну а вы в установленный срок должны будете этой организации или банку эти деньги вернуть. Ну, очень похоже на кредитные карты, хотя, опять же, предоплаченные, то есть, карты рассрочки, они больше привязаны к определенным срокам. Ну и, в принципе, если вы покупаете какие-то товары, то они, скажем так, они меньше требуют средств для того, чтобы их обслуживать. Но количество операций, которые вы можете совершить с этими картами, меньше, чем количество операций, которые вы можете совершить с кредитными картами. То есть, кредитной картой вы можете оплачивать все, а предоплаченной картой, то есть, картой рассрочки, вы можете оплачивать только отдельные виды товаров, которые указаны в договоре рассрочки. Ну что ж, в принципе, на этом будем заканчивать. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok